БУДЕМ ЖИТЬ ПО ЗИМНЕМУ Об этом сообщает российская газета. Пьющих перепишут, сообщает все тот же источник. Генпрокуратура настаивает на создании единой базы, в которой бы числились все водители, страдающие алкоголизмом или наркоманией. Ведомство указывает, что только за последние три года более 50 тысяч нарушителей лишились прав. Но Минздрав против, ведь в случае создания базы будет разглашена история болезни пациента. А также в этом номере, неотложка из Поднебесной, Китай обещает российским туристам бесплатное медобслуживание. Потихоньку закрывают. Власти всеми силами пытаются развивать институт приемной семьи. Упрощают процедуру устройства детей, выделяют солидное материальное вознаграждение за усыновление малышей-инвалидов. И закрывают интернаты. Запланированная на следующий год реформа системы подобных учреждений должна радикально поменять подход к воспитанию сирот. Казалось бы, благое дело. Однако эксперты опасаются, что перегибов и злоупотреблений избежать не удастся. В ситуации разбирался МК в Саратове. Со страниц свежего номера «Комсомольской правды» вы узнаете. О правилах красивого загара, а также о том, какие телеканалы готовят новые программы, участники которых смогут наладить личную жизнь. Армия тренируется в пять раз чаще. Во вторник в Генштабе министр обороны России Сергей Шойгу подвел итоги недавней внезапной проверки войск Центрального военного округа. Сообщает все тот же источник. На встрече с корреспондентом теленедели Юлия Началова вспомнила, как когда-то будила Ларису Долину, как похудела на 40 килограммов, а также рассказала о том, как ей удалось выжить на съемках проекта «Один в один» и о дизайне новой квартиры. Интервью с певицей читайте в свежем номере. Сегодня у меня все. А что нового и интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующую среду. Спасибо, Анастасия.